Итак, всех приветствую, сегодня суббота, давайте подведем итоги по счету, что у нас тут происходит. Ну, вот эта неделя не такая удачная, просто за счет того, что у меня нефть в просадке и акции в просадке. Ну и рубль надо ждать, тут спред раздвинули, большая сумма. Ну, суть в том, что как бы неделя в плюсе, особо разбирать там не буду. Вот они, трейды, можете посмотреть, по мелочи там настрелял. Суть в том, что была пила сильная, а в доллар я много не грузил, поэтому сильно много не заработал, потому что тут не было как бы точных входов, а биток стоит. Соответственно, сегодня посмотрю просто такой глобальный взгляд, по теханализу пройдемся, что у нас тут с рынками, чтобы просто сделать план на неделю. Ну и в следующей неделе уже, наверное, скорее всего эти сделочки выйдут в плюс, потому что сиплый полетел. Сейчас будем смотреть, что с ним будет. Суть в том, что вот этот прогноз, в принципе, пока что в силе. Как мы видим, он дал коррекцию ровно на 78 фибу, прям точка в точку. То есть, суть в том, что, скорее всего, это был заходной импульс, это была такая коррекция в виде флета. И вот мы уже полетели, видите, мы уже практически пришли к этой трендовой, сейчас, скорее всего, будет от нее отскок. А потом повторится ситуация, как была вот здесь вот, то есть здесь отскочили, пробили. Но в этот раз пробой должен быть настоящий. И если оно пробьет вот это дно, то там лететь и лететь. Вот я уже говорил, куда. Вот эти стопы уже сбриты. А вот за этими полетим. То есть, это примерно 2,760 туда-куда-то. Поэтому надо перерисовать вот этот прогнозик. Тут очень сложная такая была коррекция. Единственное, что я сейчас тут без сделки сижу. В том плане, что вот это предугадать трудно было. Потому что пилили довольно знатно. И то, что мы ушли так прям высоко. И еще такой структуры импульсной. Но это опасно было шортить. Тем более, у меня NASDAQ в шорте. Сейчас до него дойдем. В общем, что я жду здесь. У нас здесь нарисован импульс. И здесь импульс. То есть, это означает, что... Ну, первый вариант, что все-таки этот трендовый устоит. И мы улетаем туда. Вообще не верю в этот вариант. То есть, можно его так перечеркнуть и сказать, что вряд ли. Второе, что мы отскочим и пойдем сюда. Вот так вот. Простой очень теханализ. И на этом деле может все и посыпаться. Но пока что мы выше этой трендовой. То говорить о том, что это вниз пока рано. Вообще, если шортить, то вот у нас появилась точка входа со стопом вот за эту вот вершинку. И туда, скорее всего, мы уже и не дойдем. Основной такой вариант. На данный момент. По NASDAQ примерно аналогично все. Но тут, видите, сильнее гораздо вырос. МИК-78 FIBA. Это отчасти поэтому я не шортил S&P. Потому что мы практически зашли до хая. То есть, это как-то ненормально. Но и сыпется он не так сильно, как S&P. То есть, суть в том, что технологические акции сейчас хорошо себя чувствуют. Надо же было меня именно их же зашортить. По SIPLUM там уже нормальные плюсы. А вот здесь вот. Что-то как-то надо будет, наверное, закрывать. Но посмотрим, что там будет на самом деле. Тут быток небольшой. Надо будет смотреть, что будет на следующем деле с SIPLUM. Здесь у нас вроде как тоже импульс. Но такой, не очень такой корявый. То есть, его можно разметить как двойной зигзаг. Поэтому трудно сказать. Но как минимум коррекцию-то мы к этому делу получим. Надо будет смотреть. Ну, так чисто нарисую, что вот. Вот основной вариант вот сюда. Но, говорю, акции технологически лучше себя чувствуют, чем остальные. Поэтому тут не точно. Тут чисто глобально. Мы уже пробили HIGH. И нам нужно нарисовать четвертую волну. И потом уже пойти еще раз вверх. То есть, примерно такой вот расклад. И четвертая волна может быть очень глубокой. Пока что вот такого я жду. И по S&P аналогично. То есть, это то, что мы сейчас видим. Это коррекция. И еще раз повторюсь, мы пойдем туда. Это основной пока вариант. То есть, тут просто будут высаживать вот эти 92% быков, о которых я говорил уже много раз. То есть, пока их не высадят. Пока тут все рассчитывают, что сейчас оно отскочит. Но, скорее всего, оно пойдет вниз. Остальное. По этому, по золоту все сработало. Давайте даже здесь покажу. Вот мы прошли, пробили этот прошлый HIGH. Но как-то пробили слишком сильно. То есть, суть в том, что здесь как-то нужно пересмотреть прогноз. Мы пошли там строек расти. Ну, сами видите, что тут происходит на золоте. Пилят вверх-вниз, пилят вверх-вниз. Поэтому точно сказать тут нельзя. Но очень напрашивается сходить вот сюда за стопами. А потом уже можно и вниз. То есть, это примерно 1765 и выше. Поперли мы довольно сильно. Ну, тут, я говорю, строек пошло. Но здесь мы сломали конечную диагональ. Что это такое было? Но, может быть, это был какой-то треугольник. Вот такой вот из этого треугольника мы пошли импульс давать. Вот я чуть-чуть шортил. Потом посмотрел, что мы сломали КДТ. И это, скорее всего, идет вверх. И оно не пойдет вверх. Но покупать тут уже поздно. Тут реально могут и окоррекцию дать. Если окоррекцию дадут, можно и купить. Тут вариантов вниз сразу без бития этих стопов практически нет. В принципе, это надежно. Кто лонги держит, так и держите. Там спокойненько может сидеть до перехая. Там 1770, 1780, наверное, дадут. Потому что тут много стопов. Очень много тут шортила. У них стопы у всех за вершиной. Это будет фиг знает что. Но это мог быть первый импульс. Это мог быть треугольник. Это второй импульс. Это еще раз подтверждает то, что у нас здесь как бы пятая волна в конечной диагонали. Короче говоря, она пробивает эти стопы и ко мне бы не слетит. Так что шортить золото можно будет чуть позже. Соответственно, и по серебру. Тоже такой распильчик. Я сейчас сюда не лезу, потому что совсем непонятная структура. Но идем, скорее всего, по этому варианту. Вверх. Который с забросиком. Отверждать это не буду. Скорее всего, так. По нефти. Так. Здесь мы сбили стопы. Что это может быть? Это может быть первый вариант. Что это просто такой был флэт. Три, три, пять. И потом пойдет вверх. То есть такая маленькая коррекция. А второй вариант, что это идет вот такая настоящая полноценная волна. Что еще выше идет потом вниз. Сильно вниз. Очень сильно вниз. Вот сюда как минимум. Но пока что что-то тоже утверждать. Я тут не буду. Ну, шорт держу, как видите. Конечно, неудачно я зашортил. Очень так смотрелись акции вниз. Вот здесь в этот момент. Поэтому я шортанул. Видимо, мне тут не только я так сделали. Не только я так сделал. Многие так сделали. И в итоге вот их везут вверх. И ровно до стопов добили. У меня техника без стопов. Я еще думаю докинуть еще сотню бочек. И будет нормальная уже позиция такая. Примерно по 39. И уже в районе 35-35. 34 можно будет, наверное, закрывать. А если повезет, то и в районе 30. Так что пока такие планы по нефти. Что еще? По рублю. Тут спред раздвинули очень сильно. На самом деле рубль дороже сейчас стоит. Ну, там 69-50 может быть. Ну, так держу. Я, видите, 30 тысяч набрал. Как бы по лимитке. И жду, жду 86. Тут ничего не меняется. Могу так чисто показать, что тут у нас глобально. Чтобы поняли, о чем я говорю. Так. У нас здесь большая коррекция. К этому импульсу идет. Она уже так затянулась. И уже здесь видны такие признаки, что кто-то что-то покупает. Кто понимает в уровнях, он уже увидит, что вот здесь был набор позиций. И здесь идет набор позиций. Если посмотрите любой альткоин на дне, то там точно те же самые паттерны. Сбор позиций, выкуп. Сбор позиций, это называется лесенки, ступеньки. То есть, если даже вот так будет, и тут такая лесенка будет, то она вот так вот вылетает. То есть, кто-то, кто-то покупает баксы. И это кто-то очень неслабый. То есть, вот так вот примерно сейчас видится все это дело. То есть, будут вот как вот здесь было тоже. Здесь набрали, здесь докупили, здесь докупили и улетаем. Вот примерно такой паттерн. Так что рублю конец. Ну, конец в смысле, что мы должны на перехай сходить. Остальное пока трудно сказать, но пока вот такие вот идеи глобально. Так. Давайте посмотрим еврика. Здесь довольно все интересно. Почему? Потому что по индексу бакса у нас назрела коррекция. Если мы сейчас посмотрим вот здесь, на теханализе, то мы увидим, что я давным-давно еще рисовал вот эту штуку. Что у нас минимальная цель была сходить вот в эту зону. Но я говорил, что мы пойдем пробивать вот этот канал. Опять же, можно его по-разному провести. Можно чуть ниже его накинуть. Смотря какая техника. Но суть в том, что до этой трендовой мы, может, и дойдем. И потом уже он пойдет либо пробивать дно, как я здесь нарисовал. Либо он даст коррекцию, потом пробьет канал и полетит вверх. То есть, трудно сказать, что это такое. Но вот это точно импульс, это точно зигзаг. А это, скорее всего, раз, два, три, четыре, пять. То есть, это идет конечная диагональ. Либо это идет волна 1 в волне 3. То есть, в любом случае, тут будет коррекция. И в любом случае, мы дойдем вот до этой вот линии. Примерно. Так что, по индексу бакса будет хороший такой трейд. Либо в коррекцию. В принципе, эта коррекция прямо сейчас должна начаться. И потом уже, может, до трендовой дойдем. Поэтому у меня там набраны еврик и фунт. То есть, заранее тут набирал. Тут не было совершенно точно ясно, куда что пойдет. И видите, мы тут практически у трендовой. Тоже можем ее затестить. То есть, тут, в принципе, уже можно покупать. Как минимум на коррекцию. Пока идеи какие у меня. Что мы отскочим, потом пойдем вниз, а потом пойдем вверх. Это основной такой вариант. Ну, что-то, честно говоря, сомневаюсь. Второй вариант, что вот так полетим. То есть, мы дадим отскок. И уже потом что-то такое получится интересное. То есть, суть в том, что это можно разметить как двойной зигзаг. А второй вариант, что это 1, 2, 3, 4, 5. Конечная диагональ. Потом будет, если здесь рост зигзагом, прочкой. То мы полетим вниз. Если нормально пойдет импульсно, то тоже неплохо. То есть, в любом случае, тут надо покупать вот в этой зоне. Как я рисовал вот на этом графике. Вот она зона покупки. Что, в принципе, я и делаю. Даже если пойдет вниз, ничего страшного. Там эти 30-40 пунктов ничего не решают. То есть, в том, что как минимум на 1, 13 мы сходим. Тут напрашивается, какие были выезоны. Вот. И вот. То есть, там стоят стопы. И туда, в принципе, цена исходит. Поэтому у меня, видите, take profit прямо вот тут на сбитие стопов. Примерно. Плюс там 1, 13 уровень. По фунту. Примерно та же картина. Тут теханализа особого нету. Ну, идет он довольно импульсно. Но опять же, тут такая структура, что тут начальную диагональ никак не разметить. Но можно разметить как 1, 2, 1, 2 и вниз полетим. То есть, еще и веселей. То есть, несмотря на то, что евро там как бы более плавно спускают, фунт более резко спускают. И у фунта как бы больше шансов сходить на перехай. Но что-то как-то я уже в них сомневаюсь. Потому что с какого фига он вообще должен был расти. И поэтому основной вариант, что он просто даст отскок на 1,25 и вниз пойдет. Мельче с евриком. Который 1,13 покажет. Вот такие идеи. Поение. Я позу закрыл. Совсем уж она как-то странно смотрится. Слишком она ушла вниз. Там есть один вариант, что мы дадим вот этот заброс вверх и пойдем вниз. А второй вариант, что наоборот. Мы дадим заброс вниз, пойдем вверх, потом вниз. То есть, вот такие варианты. Какой из них, непонятно. Очень сильно это похоже на треугольник. С выходом вниз. То есть, это будет 1, 2, 3, 4, 5 и коррекция настоящая. Ну, естественно, вот сюда. Куда-то. По франку, опять же, ничего не понятно. Вот это вот явно не импульс. Такая-то тройка. Вот это какая-то проторговка. Ну, видите, он еще может так сходить. Потом вниз. То есть, короче говоря, трудно тут сказать, что это такое. Ну, я даже не буду это рисовать, потому что я франку вообще не понимаю, что это. Тут слишком сложная комбинация идет вот здесь. Это похоже на треугольник, но это не треугольник. И что это такое, непонятно. По Канаде вроде как она вверх собралась. Но, опять же, точно не скажу, потому что что это такое. Вот реально что это такое, я не понимаю. Поэтому пока без позиций. По Австралии мы сходили чуть-чуть вверх и сразу слили. Опять же, что это такое, я не понимаю. Тут можно пойти куда угодно. А эта вся штука ходит за акциями. Ну, Зеландец тоже ходит за акциями. Пока тут без позиций, потому что, ну, нет нормальной точки входа с нормальным стопом. И нету перевеса ни в одну из сторон. То есть, эта штука может выстроить в любую сторону. То есть, я люблю такие точки входа, где есть какой-то перекос. Либо перекос в сторону покупателей, как здесь, например. Поэтому я здесь шортил. Либо перекос в сторону продавцов. Ну, как здесь, например. То есть, это и вот такие штуки я люблю заходить. здесь кто побеждает непонятно поэтому лучше не лезть как бы еще раз повторюсь лучше подождать лишний раз иногда чем лезть наугад на удачу это в основном на этом все и теряют в итоге отчета решил тоже себя немножко дисциплинировать в одном плане чтобы не лезть постоянно в рынок если или лезть то там на 5000 на 10 тысяч долларов то есть такие валюты то есть нет смысла каждый раз что-то там вылавливать и гадать сидеть нервничать чем проще подождать недельку и зайти уже нормально нормальный дрейх когда видишь какой-то перекос когда перекос на рынке в какой-то и сторон это самый лучший момент для входа потому что это как сжатая пружина то есть если вот это все растет 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 прям сильно растет и ты видишь что она сильно выросла прям вообще нереально сильно то можно даже здесь шортить даже здесь шорпом оно все равно даст коррекцию как минимум кому ходу куда ты зашел вот и все поэтому такие моменты и люблю а вот такие проторговки они люблю потому что непонятно кто кто тут побеждает вот так чего еще тут можно сказать конечно же давать тебе точек по битку у нас до сих пор ничего не понятно давайте с тех анализом мы идем в таком нисходящем канале формально у нас может быть дали сильно такой двойной зигзаг но он ведь он уже дорисован сейчас я переведу это все вот но он может еще расшириться потому что ну непонятно что это такое вообще на самом деле наверняка и тут опять же то ли вверх то ли вниз говорю это разбить можно по-разному ну основной вариант у меня все-таки сходить сюда как бы он напрашивается хотя опять же вот этот канал он играет какую-то сильную роль если это именно коррекционная структура то есть когда его выбивают на самом деле может получиться довольно хорошая такая штука ответят вот если канал продлить то очень многие увидят что он бы пробили трендовые тут начнут покупать вот тут а я буду шортить потому что тут глобальная трендовая и у меня расчет на то что это было начальная диагональ это конечная фудоконечная то зигзаг мы пойдем туда то есть у меня такой основной вариант будет хорошая ловушка для быков как это было примерно здесь или там здесь то есть многие видят эти все линии и они любят торговать вот это пробитие естественно когда все купят то она пойдет вниз потому что еще раз повторюсь бирже возят куда хотят ценники тем более что акции смотрят вниз даже если тут что-то отрастет скорее всего на насильном сливе тепло она полетит хотя как мы видим теплый вниз полетел а биток стоит соответственно ничего не понятно здесь и сейчас черно выходные будут творить ними тоже не ясно очень первый вариант такой второй вариант такой вариантов вверх я у меня его нету я не понимаю как его зачем его вверх тащить когда все купили там сразу практически нету на финики ну короче говоря сейчас будет что все таки лангует мало шортит но финальный сбриф шортил может случиться вот здесь у них стопы поэтому кто шортит никогда не ставьте сюда стопы вот сюда можно ставить потому что там уже одну уже трендово глобально пробьет это уже что-то будет серьезное в общем такие идеи по эфиру примерно аналогичная ситуация что так и так сразу вниз тоже есть вариант возможен так так что тут все просто на самом деле чего еще тут добавить да особо нечего реально тут надо подождать так вообще какие планы ослабление доллара на следующей неделе и ослабление с н пи на следующей неделе то есть основные планы пока такие по с н пи все таки есть вариант вверх но что-то как-то там красиво так раздали что мне что-то кажется что она вверх то не пойдет красиво так слили вчера была экспирация фьючерсов которые были открыты часть была открыта вот со дна где-то тут здесь где-то они открывались а часть была по моему где-то здесь в этой проторговки не помню точно соответственно они ланговые и дядя как бы закрыли и все и посыпалось вот пока такие идеи у меня по сиплому то есть идет она вниз соответственно биток может дать коррекцию но еще раз напомню поскольку это просто коррекция скорее всего ну и биток могут заточить на 12000 то есть то что сейчас я там вниз ловлю это просто на 8000 вот и все очень пока такие планы и до следующей встречи